Приветствую тебя на канале Твой Конфиг, меня зовут Евгений. Сегодня на обзоре будет вот такая система охлаждения от Snowman. Проще говоря, снеговик, модель MX6 на 6 трубок, 2 вентилятора, 2 радиатора в этом видео. Погнали! Итак, коробочка теперь стала достаточно качественной, неплохой заводская. По сути, здесь у нас описание и разновидность. КПУ-куллер, он фирменный, это завод, изготовитель в Китае, заказан был с официальной группы на Алиэкспресс. Тут мы видим, на какие платформы подходят, на 1200, 1150, 1155, естественно 1151, AM3, ну в общем-то все самое распространенное, кроме самого последнего 1700-го сокета. 6 трубок, платформа по идее должна быть качественной. Давайте откроем, глянем, что у нас внутри заводской упаковки. Здесь у нас мягкая штучка, пакетик с переходным кольцом, инструкция. Упаковано достаточно неплохо, в пупырку. Как мы видим, башенка выглядит вот таким образом. Два радиатора отдельных, два кулерка, провода питания, 4 пин управляемый. Причем, кстати, сразу запитано два кулера от одного провода. Первое впечатление производит, в принципе, достаточно качественные системы. Кулера, я так понимаю, это 90-е стоят, так как на упаковке я смотрел и, к сожалению, не увидел. Кулеров, единственное, что написано, что ресурс 50 тысяч часов, максимальная скорость вращения 2000 оборотов в минуту, плюс-минус 10 процентов. Да, 90-е, 580 грамм вес, уровень шума 18 дБ. По идее, он должен быть достаточно тихим. Ну, есть небольшой люфт, если вверх-вниз поднимать вентилятор. Крутится мягенько, я думаю, этот также проблем не будет. Здесь немножко вот есть, видите, выступ небольшой, здесь его фактически нет, здесь тоже есть. Что вы хотели за шеститрубочный радиатор стоимостью 1500 рублей на Алиэкспресс? Ссылка будет в описании, если кому станет интересно. В конце же этой распаковки сделаем небольшой тест. i7 процессор 10700 без приставки KF, F и K. То есть просто 10700. Как он себя чувствует? Какие температуры показывает? Посмотрим, насколько он будет эффективен. Здесь вот по ощущениям я провожу пальцем, лесенки я никакой не чувствую. Если сравнивать вот с чем-то, с белым фоном, если смотреть на глаз, то плоскость прям хорошая-хорошая. Нет, чувствуются вот переходы ногтем между трубками. Они как бы есть. Но не настолько все плохо, как, допустим, вот с краев на алюминии здесь нет. А вот между ними ощущается. В принципе, выглядит оно недешево, достаточно неплохо все сделано. Качественно, я бы сказал. Ну, давайте теперь перейду к установке. Установлю, запущу SYNBENCH R23, AIDU64. И глянем, какие температуры будет он выдавать в нагрузке. А именно, i7-10700. Итак, башня установлена. А также на эту материнскую плату установлен дополнительный радиатор на ВРМ, потому что его здесь не было. Ну что, сейчас перейдем к тестам. Глянем, какая будет температура у камня и у цепей ВРМ. Погнали! Итак, друзья, как вы видите, тест уже идет почти 10 минут. Температура центрального процессора у нас 55-56 градусов. До 60 еще даже ни разу не поднималась. Соответственно, башенька-то это получается, что стоящая. Есть смысл покупать, от нее есть реальный результат. Хочу заметить, что цепь ВРМ 67 градусов, а было до этого 85 градусов. 80-85, то есть радиатор рабочая штука. Также питание центрального процессора у нас там порядка 85 Вт, а не так, как было заявлено производителем 65 Вт. Хотя, сейчас показывает 64, но я видел, был такой момент, что поднималась она до 85. Многие считают, что AIDA стресс-тест не нагружает сильно процессор, поэтому я решил записать температуру еще и с Cinebench R23. Оборот кулеров всего на 1500, грубо говоря, 1600 пусть оборот в минуту, когда максимальное их значение может достигать 2000. Итак, давайте перейдем к Cinebench R23. Итак, что же мы видим? Cinebench, да, он реально грузит процессор больше. Прошло уже почти 6 минут теста. Максимальную температуру центрального процессора, которую я видел в процессе тестирования, это был 61 градус. Но вот ВРМ у нас уже дошло до 72 градусов. Вывод басни таков. Если смысл покупать снеговичок, а именно MX-6 или нет, вы видите по результатам, что достаточно горячий процессор. Особо-то и не греется, работает в штатном режиме, ну как в штатном, по охлаждению он не перегревается, нагревается при 100% нагрузке всего в 61 градус. Если смысл покупать радиатор на плат гигабайт на чипсете B460, B560 и прочее от гигабайта, однозначно стоит. Так как в комплекте этот радиатор не идет на бюджетных материнских платах, рекомендую потратить 500 рублей. Ссылочка будет в описании. В силу того, что вы свои цепи питания, так скажем, охладите, продлите им их жизнь, и материнка будет долго и счастливо работать даже с таким мощным процессором. Повторюсь, ссылки в описании. Также хочу напомнить о том, что у меня есть телеграм-канал, есть дзен-канал. На дзен-канале выходит видео раньше, чем на ютубе, поэтому не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Евгений и канал Твой конфи. Всем пока!